Русский музей Культовые личности мирового значения Основоположники русских сезонов Сергея Павловича Дягилева Именно он познакомил Европу и Америку С русским искусством С живописью, балетом и оперой Сегодня особенный выпуск В этом году юбилейная дата 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева О том, каким был его путь С кем он покорил весь мир Узнаем совсем скоро Русский музей Это первый в стране и крупнейший в мире Музей русского изобразительного искусства Кроме того, это уникальный Архитектурно-художественный комплекс В историческом центре Санкт-Петербурга Решение о его основании Было принято еще Александром Третьим А в 1895 году Николай II подписывает указ о его учреждении Сейчас коллекция музея насчитывает свыше 400 тысяч экспонатов Валентина, здравствуйте Здравствуйте, Софья Ну, скажите, пожалуйста, вообще в чем феномен Сергея Павловича Дягилева? Вы знаете, один из ближайших друзей Сергея Павловича Дягилева Александр Николаевич Бенуан В одном из писем пишет, что феномен Дягилева заключался в том Что он не умел не рисовать Он очень плохо пел И он не умел танцевать Он был очень большого, такого крупного телосложения Но при этом он всегда знал, как нужно это сделать И как бы не спорили с ним его сотоварищи Он всегда добивался своего Это была очень важная часть Сергея Павловича Дягилева И тогда, когда он добивался своего Все понимали, что действительно нужно было сделать именно так Ну, получается, что ни петь, ни рисовать А тогда какое же образование у него было? Он закончил в Перми гимназию И он приехал в Петербург Несмотря на то, что предки Сергея Павловича Дягилева Он происходил из дворянской семьи Они жили в Петербурге И у них в Петербурге был собственный дом Но вот так сложились обстоятельства Что отец и мачеха увозят Сергея Павловича А Сергей Павлович очень рано потерял мать Буквально сразу после рождения Они увозят его в Пермь, когда ему будут 10 лет И, конечно, он грезит Петербургом В семье звучит музыка Семья увлечена театром Тем более дед Сергей Павловича Дягилева Построил в Перми оперный театр Поэтому вот когда они уезжали из Петербурга в Пермь Они уезжали не в какой-то глубокий провинциальный город То есть вот эта связь с театром в семье всегда была И он едет в Петербург учиться на юридический факультет Потому что тогда это был один из самых престижных факультетов Что удивительно, учеба его не интересовала Он решил стать оперным певцом И поэтому он берет уроки пения Он пошел на прослушивание композитору римскому Корсакову Но впечатление на него не произвел Таким образом он через своего кузена Знакомится с теми ребятами Которые учились в знаменитой гимназии майя в Петербурге Там учился Александр Бенуа Там учился Константин Сомов И вот брат, кузен Дягилева Также учился в гимназии майя И главный принцип там был Сначала любить, а потом учить И вот, наверное, в этой атмосфере любви Сформировались вот такие удивительные мастера Которые действительно подарили нам прекрасный мир И не только живописный, но и театральный прежде всего Это правда И мне кажется, Сергею Павловичу еще очень повезло То, что среди его друзей были выдающиеся художники И вот работы некоторых из них представлены в Русском музее Серебряный век, рубеж веков Мы сейчас с вами в этих залах находимся Действительно дает такую удивительную плеяду молодых художников Их лозунг «Искусство в чистом виде» Они отрицают все то старое Все, что присуще для молодежи, отрицать старое И они хотят создать свое новое искусство И, конечно, Сергей Павлович, который приходит в этот знаменитый дом Бенуа Который сохранился по сей день неподалеку от Мариинского театра В этой удивительной атмосфере домашней любви Любви к искусству Они общаются А правда ли, вот я читала про эту работу Что Сергей Павлович просил изобразить своего друга Леона Бакста И его постройнее, помоложавее Ну, существуют такие легенды красивые Но портрет действительно удивительный Вот посмотрите Во-первых, он изображен на фоне темного замерца И это как бы отсылка к той будущей театральной деятельности Сергея Павловича Которая прославит его на весь мир Второй момент удивительный На стенах висят картины И это первая страсть Сергея Павловича Это живопись И такой еще один интересный театральный момент Видите, как он близко к нам приближен Его фигура в полуоборота приближена к зрителю Как будто бы он подошел к театральной раме И вот этот красивый, у него очень красивый был локон седой Кто-то говорил, что он его подкрашивает Отсюда у него было прозвище Шиншилла Да? Да И там, вдалеке, его верная спутница жизни Его нянюшка, которая была с первых дней его рождения Которая сопровождала его на протяжении всей жизни И, конечно, особые его отношения связывали с художником, который создал этот портрет Леон Бакст Мы сейчас с вами находимся в зале Леона Бакста И здесь есть еще несколько его произведений И, конечно, Леон Бакст и Сергей Дягилев, они стояли у истоков создания этого объединения Мир искусства Мир искусники, как они себя называют Мир искусники, а все началось с самого простого Сергей Павлович решил, что современных художников, молодых художников никто не знает И сейчас, и тогда все делились на касты Были именитые, маститые художники И они как-то не очень хорошо принимали молодежь Особенно ту молодежь, которая работала в совершенно ином направлении Давайте знакомиться? Давайте знакомиться Мы находимся в зале, где представлены работы Леона Бакста И одна из таких его работ, которую мы сейчас с вами видим «Древний ужас» Надо сказать, что же было нового в искусстве того времени В 1898 год в Петербурге в училище технического рисования барона Штилица Состоялась большая выставка Выставка русских и финляндских художников Дело в том, что русское искусство Мы с 18 века входим в европейскую школу Но мы всегда держались особняком И наше искусство на Западе не знали Русские художники выставлялись на парижских салонах Но они были единичны И вот Сергей Павлович и здесь понимает Вот она новая Вот это новое нужно начать продвигать И он собирает своих сотоварищей Леон Бакс не учился в гимназии Майя Но он также приходил в дом к Александру Николаевичу Бенуа Он тоже был из мира искусства Он входил в костяк мира искусства Они вместе выработали эту программу Искусство в чистом виде Потому что передвижники говорили о том, что искусство должно быть социальным И вот молодые художники говорят Долой все, это старое, мы новое создадим Искусство – вещь самодостаточная Искусство может понять не каждый Сказали мир искусства И они начинают искать свой источник вдохновения И вот таким источником вдохновения Для них становится история То самое далекое прошлое А вот Леон Бакс в этом отношении Он вообще художник такой многоплановый Он такой прям вот огромного дарования Они поехали с Валентином Серовым в путешествие В 1908 году по Греции И, конечно, вот все, что осталось от античной Греции Вдохновляет художника И он создает вот такую вещь Обратите внимание, она абсолютно декоративная Она абсолютно плоскостная Нет того понятия, как мы с вами привыкли Первый, второй план И, конечно, миф об Атлантиде Который был известен всем Интриговал и Бакста И вот два города И обратите внимание Кому там поклоняются люди Там изображен, скорее всего, в воинских доспехах Бог, да, значит, это Бог войны Бог войны и Марс Совершенно Ну, мы не знаем, Марс это или нет Но, тем не менее, да, вот там Большая статуя воина В полном С военными доспехами И поскольку это большая статуя То есть она была главная в городе Вот что происходит с тем городом С теми людьми, которые поклонялись Богу войны Вот она, Кара И она разрушает город А в центре образ Афродиты Но это не тот образ Афродиты Который мы с вами привыкли Тот образ, который сложился в пятом веке до нашей эры В момент классической Греции Это так называемый архаический период Один из ранних периодов в древнегреческом искусстве И она держит в руках голубого голубя Мы уже поняли, что Леон Бакс был такой, как вы сказали, многоплановый художник Казалось бы, такой портрет в реалистически сдержанных тонах Здесь все оттенки бирюзового, как я понимаю Но следующая работа, которую мы посмотрим Она, по-моему, совершенно потрясающая И совершенно не похожа на вот эти две Наверное, в этом была, да Истинный талант Бакста Леон Бакст Ужин Или ужин с апельсинами Так называется эта Прекрасная работа Это 1902 год В мире никогда не происходит какое-то одно событие Всегда идет цепь событий 1898 год Первая выставка русских и финляндских художников Первое появление новых молодых художников И этот год знаменателен еще тем, что такой известный стиль модерн Который приходит в мировое искусство Это и Европа, Россия, Америка Везде этот стиль себя проявил Этот стиль, который существовал до 1914 года Собственно говоря, Первая мировая война Положила всему конец Что такое модерн? Модерн – это смешение всего того Всех достижений Модерн лучше всего проявился в архитектуре Тягучие линии, орнамент Все это витиевато, красиво Вот, собственно говоря, это выражается в модерне Это выражается и в произведениях художников того времени И, конечно, любой художник всегда хочет поднимать Но это основной его такой тезис Ужин помог Леону Баксту? Ведь, как я понимаю, картина была так неоднозначно принята И вообще любопытно, что героиня ему позировала не его жена, а чужая жена Жена Александра Николаевича Бенуа У нее было такое очень характерное лицо Очевидно, это лицо и привлекло внимание Леона Бакста И еще один такой момент Вот именно в эпоху модерна в литературе появляется такой тип женщин Называются женщины вам Фамфатали Она здесь похожа еще на кошечку такую Совершенно верно Но в искусстве всегда существуют две вещи Содержание и форма Без этого искусство, изобразительное искусство не может существовать В 19 веке содержание играло наиглавнейшую роль А в 20 веке уже форма Посмотрите, здесь форма в чистом виде Удивительный портрет, правда? Портрет, где лицо осталось на уровне подмалевка Отсюда она действительно напоминает кошечку Это такая роковая женщина И этот портрет, он во многом созвучен со стихотворением Блока, незнакомка Это была женщина, которая могла одна прийти в ресторан В те времена Это был верхний прийти Анна Карловна позировала не только Леона Бакстова Насколько я знаю, да, и везде она такая разная женщина Надо идти срочно знакомиться Мне кажется, с ее более таким буританским видом Давайте посмотрим ее портрет Кисти Сомова Пойдемте Сомов и Бенуа были большими друзьями Вместе учились в гимназии Майя И, конечно, Анна Карловна Бенуа всегда была в курсе всех событий Происходящих и в семье и среди друзей И вот один из портретов, который написал Константин Андреевич Сомов Портрет тоже непростой Видите, она здесь в таком платье, удивительном платье, несвойственном для моды того времени Это первая половина 19 века Главным источником вдохновения вообще для Сомова всегда был век XVIII Век галантный, куртуазный А здесь был один из балов маскарадов, где наряжались костюмы И вот это как раз костюм конца XVIII, начала XIX века Вот такие струящиеся складки Обратите внимание, как открыты ее плечи, короткие рукава И обязательным атрибутом в те времена была шаль Потому что погода в Петербурге была холодная И шаль, вот при таких открытых плечах и открытых руках Шаль, конечно, была необходимым атрибутом И излюбленный мотив Константина Сомова Парк регулярный, парк французский Прогуливающаяся пара на заднем плане мы с вами видим И вот эта героиня, сидящая перед нами прямо на стуле Загадочная Но мы видим, что, конечно, вот таких классических черт Свойственных, да, классической красоты здесь нет Но, тем не менее, удивительный образ создает здесь художник И вы обратили внимание на этот красивый чипец Который у нее на голове И посмотрите, вот над этим чипцом Еще там, да, такой красивый, как бы воздушный абсолютный бам И, с одной стороны, вот на заднем плане сам парк Он взят таким вот, как бы, мощным одним моментом Не прописывает его до мельчайших подробностей И, с другой стороны, этот бам, то он, как бы, продолжение этого леса И вот такая великолепная героиня появляется на этом портрете Конечно, при помощи Александра Николаевича Бенуа Бенуа был очень увлечен живописью Он начинает собирать искусство XVIII века Которое к тому времени было у нас забыто в России Он объехал 102 имения То есть он проехал по всей России Нашел там картины Привез их в Петербург Отреставрировал Сделал атрибуцию То есть установил авторство И в залах Таврического дворца была развернута большая выставка Начиная от искусства XVIII века И заканчивая искусством современников Художников, которые работают в начале XX столетия Но этого было мало Сергея Павловичу Дягину Он устраивает эту выставку в 1906 году в Гранд-Пале в Париже Первый сезон был связан с живописью И Дягилев познакомил парижан с русским искусством Но этого ему было мало И поэтому он решил парижан познакомить с русской музыкой С произведениями русских композиторов его современников Пойдемте Я вам хочу показать работу любимого художника Сергея Павловича Дягилева Это Александр Головин И его портрет Федора Ивановича Шаляпина В образе царя Бориса Из оперы Борис Годунов Написанную на музыку Модеста Петровича Мусоргского Второй сезон русских сезонов Париже Начался именно с того, что Сергей Павлович знакомит французскую публику С русским оперным искусством Михаил Иванович Глинка Римский Корсаков Модест Петрович Мусоргский Опера Борис Годунов В главной партии Федор Иванович Шаляпин Зал рукоплескал ему И он был удивителен в этом образе Портрет Федора Ивановича Шаляпина Это все-таки портрет театральный Это портрет театральный И здесь он представлен в образе Бориса Годунова И когда этот портрет писался А он писался Головиным после спектакля И вот проходит время, когда спектакль заканчивается Но актер еще не вышел из образа И поэтому он за кулисы приносил холст И по ночам шла эта работа Что поразило всю французскую публику? Посмотрите, какой великолепный наряд парчевый Парчевая вышивка Эти великолепные пуговицы Весь этот образ Перстни унизаны все руки Бориса Годунова перстнями Конечно, вот этот масштаб Масштаб красоты хотел показать Сергей Павлович Павлович, конечно, в своих русских сезонах И костюм сделан по рисункам Головина Конечно, триумф, с которым прошли русские исторические концерты И публика неистовала, как писала пресса того времени И Сергей Павлович вновь не останавливается на достигнутом И сохранилась переписка его с Александром Николаевичем Бенуа Здесь такая фраза От оперы лишь один шаг до балета И вновь он задумывает новый сезон И вновь он хочет удивить парижам И на этот раз он хочет открыть Парижу Париж Потому что балет – это самый французский вид искусства Пойдемте А теперь самый эфемерный вид искусства – балет Родина которого Франция Это какой год? Это одиннадцатый год Это уже идут парижские сезоны Уже триумф, успех И девятый год – это вообще год Леона Бакста Шехерезада, Клеопатра Именно эти балеты с огромным успехом идут на сцене гранд опера А в главной роли героиня, перед которой мы сейчас стоим Это Ида Рубинштейн Танцовщица, у которой не было профессионального образования В те времена Ида Львовна выделялась тем, что она была очень высокого роста И итальянцы про нее написали так Что она была такой длинной, как день без хлеба Такое поэтическое красивое сравнение Высокая, худая, угловатая Она не умела стоять на пальцах И она не отличалась вот той техникой, конечно, которой отличалась Анна Павлова Как они с Дягилевым познакомились И как Дягилев, собственно говоря, ее пригласил? Мы с вами уже сегодня говорили о том новом типе женщины Которые приходят в искусство Вообще в жизнь на рубеже веков женщина Вам – роковая женщина Вот перед нами типаж роковой женщины И она танцевала в театре комиссаржевской Где работал режиссер Мейрхольд Потом он станет всемирно известным режиссером И она танцевала знаменитый танец «Соломей» Танец и не покрывала И, как писала пресса того времени, когда танец заканчивался Она сбрасывала с себя семь легких покрывал И оставалась в одном жемчужном ожирении Вот такая смелая она была танцовщица И он приглашает ее в свои балеты Она танцует в «Клеопатре» Она исполняет роль Клеопатры Поэтому, видите, вот на этом портрете У ее ноги обвивает зеленый шарф И вот этот шарф чем-то напоминает нам змею Она танцевала вместе с Вацлавом Нежинским В главной партии Шахерезады Она танцевала роль султанши Если Вацлав Нежинский исполнял роль раба И вместе вот этот синтез И Ида Рубинштейна, и Вацлава Нежинского Конечно, он вызвал фурор в Париже А про автора картины? А здесь Валентин Серов Валентин Серов, который не входил в объединение «Мир искусства» Но он работал С Сергеем Павловичем Дягилевым Он делал декорации, он делал костюмы И Сергей Павлович делал ему заказы И вот во Франции в момент триумфа В одном из храмов Парижа Установили табуретки На которых был сделан вот такой специальный лежак Ложа, на котором и выседала И Друбинштейн Другого места не нашлось? Ну, очевидно, это место было то, которое оказалось свободным Почему не было мастерской Вот это остается для нас загадкой Ну вот, тем не менее, из воспоминаний современников Мы знаем, что вот именно в церкви Средневеково писался этот портрет И она дала тут же согласие позировать обнаженную полностью И при том, при всем, что она обнаженная Посмотрите, как красиво он ее посадил Что все женские прелести, они скрыты от наших глаз Целомудренное обнажение такое Можно и так сказать И, конечно, удивительно ее лицо И он такой большой массы берет Эти черные, вьющиеся, густые волосы Она поворачивается к нам И вот этот маленький кровавый рот И большие глаза, да, больше обыкновенного Как писал Бунин во многих своих произведениях Описывая своих героинь Вот именно такое она предстает перед нами И, с одной стороны, действительно Посмотрите, как он уплощает эту форму Вот если мы с вами посмотрим спина Вот ее лопатки Видите, как они тщательно проработаны А дальше он это все сводит на одну линию Отсюда вопрос А как она вообще сидит Вот при всей ее худобие угловатости, да Вот так ее интересно экспериментирует с формой Валентин Серов К сожалению, этот портрет остался незаконченным Самой большой страстью Сергея Павловича был балет Хотя в 1927 году он увлекся книгособирательством Но, тем не менее, балет до самой его смерти Оставался любимым видом искусства Сергея Павловича Тяги Спасибо вам большое И правда было очень-очень интересно Спасибо вам Наше сегодняшнее путешествие в эпоху модерна подошло к концу Однако то влияние, которое Сергей Павлович Дягилев Оказал на развитие мировой культуры Вам встретится еще не раз даже в повседневной жизни Благодарим коллектив Русского музея, который поддержал эту инициативу Спасибо, что были с нами и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok